Брянское троллейбусное управление уже закупило необходимое оборудование – специальные подъемники для инвалидов-колясочников. Располагаются они сзади. Управлять механизмом сможет как водитель микроавтобуса, так и сам пассажир. В ближайшие дни все машины, выделенные под эти цели, будут оборудованы подъемниками. Специалисты выполнят перепланировку салонов, оборудуют их специальными ремнями для фиксации колясок и самих пассажиров. Сроки мэр поставил самые сжатые. Срочно пускать, востребованно очень здорово. Я попрошу это кооперативно за дня за три сделать, а что касается всех служб, салон, я вам планирую. Хорошо, спасибо большое. Постараемся сделать. После того, как машина опробует потенциальные клиенты, такси начнет свою работу. Свои предложения смогут высказывать и сами инвалиды-колясочники. По словам Сергея Смирнова, в ближайшее время в городской администрации состоится совещание, посвященное этому вопросу, куда будут приглашены активисты общественных организаций инвалидов. Это планируется на одно место, а будем делать на четыре места для инвалидов. И еще наша третья, так что я считаю, что мы проблему снимем, и инвалиды будут ездить в комфортных условиях. Это уже давно нужно было сделать, и все-таки мы добились этого. Кстати, эксперимент по замене троллейбусов автобусами средней вместимости горожане восприняли положительно. В управление ежедневно поступают благодарности от населения. Идеальная маршрутка, люди очень хорошие отзывы, потому что здесь же и социальная есть, и у них карточка специальная, не нужно покупать билеты и на троллейбусе на маршрутке. Особенно пожилым людям отзывы очень хорошие, по крайней мере, никто еще не жаловался. Это положительный момент, но забывать об электрическом транспорте власти не будут. В этом году парк предприятия пополнится восемью новыми троллейбусами. Александр Новиков при содействии Пресс-службы Брянской городской администрации. События. Брянск. Я сделаю открытый, сделаю такие схемы.